Объекты социальной сферы в зоне особого внимания. Подходы и подъезды к школам, детским садам и больницам дворники и спецтехника очищают в первую очередь. Также лопатами и ковшами орудуют и на внутриквартальных проездах и у подъездов многоквартирных домов. Только в железнодорожном районе Самары каждый день на борьбу с последствиями снегопада выходят более 200 дворников и десятки спецмашин. Главная задача обеспечить комфортное передвижение людей по вычищенным дорогам и тротуарам. Единственная сложность – припаркованные автомобили, которые затрудняют работу. Чтобы упростить труд коммунальщиков, жители заранее информируют об уборке. Во-первых, размещаются объявления на подъездах. Это обязательно делается. У нас здесь очень активно работают управляющие микрорайонов. Они знают практически каждого жителя, поэтому вместе все привлекаем все возможные силы, соседи, жители, управляющие микрорайоны. Жители некоторых домов и сами, без напоминаний, как только слышат звук снегоуборочной техники, выходят переставлять свои машины и призывают к этому своих соседей. Слышим, трактор чистит, все жители выходим, убираем, где мешает машина. Кто не слышит, набираем номера, вызываем, выходят люди. Это же нам, конечно, и пройти можно, и все хорошо. Во многих дворах жители с пониманием относятся к временным трудностям и не мешают труду снегоуборщиков, стараясь не заезжать туда, где ведутся активные работы. Жители у нас дисциплинированы. Нам дают убирать спокойно снег, так как жители не заезжают во двор во время уборки снега. За городские дороги отвечают другие коммунальщики. Одни управляющие организации занимаются уборкой крупных автомагистралей, мостов и путепроводов. Другие убирают дороги второй и третьей категории. Но везде регламент работы одинаковый. Сначала автопоезд очищает проезжую часть, затем в порядок приводят тротуары и остановки общественного транспорта, где позволяет пространство с помощью техники. Где нужна точечная и аккуратная работа, дворники убирают снег вручную. Много клуб, где деревья растут, так скажем. Тоже вокруг них надо зачистку производить вручную, потому что они имеют круглую форму. Очень большая сложность, да, поэтому люди лопатами, то есть расчищают в труднодоступных местах, а все остальное делает техника. С улиц ли, со дворов ли, в любом случае собранный снег, погруженный в самосвалы, отправляется на специальные полигоны. В этом году в Самаре их 8, 5 муниципальных и 3 частных. Грузовики везут сугробы к ближайшему, чтобы сократить время доставки и сделать больше рейсов. На полигонах снег разравнивают и утрамбовывают, освобождая место для приема следующих партий. Затем он будет таять, стекая в ливневую канализацию. Всего с начала сезона на полигоны вывезли уже более 211 тысяч тонн снега. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.